я говорю тише-тише-тише я говорю громче-громче-громче и оу всем большой привет на связи не гидравич онлайн школа умску конечно же какая еще онлайн школа здесь может быть и сегодня я решил порассуждать на такой интересную тему что сдавать вместе с историей как выбирать предметы как не умереть потому что знаете на самом деле часто ты нагребаешь петы а потом думаешь а как мне вообще выжить я какое-то мнение по поводу этого вопроса могу сформировать потому что я сам сдавал 5 предметов поэтому я поделюсь каким-то своими мыслями и своими идеями в том числе обслужу как я вообще выживал при этом ходя на большое количество олимпиад на большое количество мероприятий поэтому готовьтесь видео сегодня такое на рассуждение поэтому я не думаю что она будет сверх долгим но при этом довольно информативным и поделюсь личным вообще восприятие как я и сказал меня зовут никита равич я продаю историю с 2020 года то есть уже довольно долго но я думаю что мне есть куда прогрессировать и есть куда расти и это на самом деле нормально и я мне кажется что пока ты преподаватель ты должен постоянно искать моменты куда тебе вообще двигаться я сам выпустил более двух тысяч учеников я студент московского государственного юридического университета имени олега ямряноча кутафина но юрфаке учусь там только юристы и живут осталось мне совсем чуть чуть меньше трех месяцев я выпускаюсь с диплома посмотрим как пойдет я вообще активен во внеучебной жизни поэтому тоже многих советов могу на раздавать если они вам будут необходимы также я дважды подряд призер регионального этапа всероссийской олимпиада школьников по истории тоже стоит учитывать а еще еще я очень люблю исторические мемы и считаю что это историческая база поэтому это тоже такая вещь которая максимально помогает когда вы готовитесь кучу предметов и только юмор помогает вам вывести вообще обстановочку и рекомендую подписаться на наши соцсети в особенности на telegram который очень активен я постоянно чем-то делюсь рассказываю вот например недавно я ходил на различные уголовные не только процессы делился каким-то своими мыслями которые у меня есть поэтому заходите там тепло там лампово и есть о чем поговорить давай теперь про самые частые комбинации вообще что люди вместе с историей сдают я будем честны вот сейчас я сижу историк и говорю что история это замечательно история это прекрасно но по факту если мы посмотрим статистику история один из самых непопулярных предметов на егэ при этом история постоянно возникает в публичном пространстве что с ней делать как с ней делать поэтому очень такая вот споль скользкая тема и очень спорная я бы сказал почему люди не хотят задавать историю первых думаю что реально много и учить там много в этом есть некоторое зерно истины но на самом деле мне кажется что каждый предмет сложен какими-то своими аспектами ну и во-вторых мне кажется что это предубеждение очень сильно сформулирована именно школой говорю по себе и я не сказать что часто любил какие-то исторические моменты потому что люди не рассказывали суть мне рассказывали непонятно что и как с этим разбираться было ну практически непонятно особенности когда речь заходила про европейскую историю про американскую историю про африканскую историю и так далее то есть про всеобщую историю там вопросов очень очень много поэтому очевидно что предмет не очень популярен но при этом все равно довольно большое количество людей с гуманитарной направленностью сюда действительно идет и пытается познать все исторические тонкости но я что-то отвлекся давайте поговорим конкретно про комбинации первых это история плюс общество наверно классика жанра при этом общество доминирует и при этом знаете тут делятся люди 50 на 50 кто-то в этой комбинации терпеть не может общество а кто-то в этой комбинации терпеть не может историю и есть еще доля людей у которых все нормально но чаще всего когда спрашиваешь кого-то кто-то говорит по истории все классно общество знания не тянул кто-то наоборот говорит общество знания тянул история это кошмар я зашиваюсь но это классика это Это действительно два брата-акробата, которые идут вместе. И на самом деле это те предметы, которые очень выгодно сдавать вместе. Об этом мы еще поговорим чуть-чуть попозже. История плюс иностранный язык. Это, ну, я бы сказал, не то, что классика, но тоже довольно близко к ней. И иностранный язык это все равно то, чем вы будете всегда оперировать, действительно будете с этим работать. Поэтому тут, ну, конечно, классика жанра. История плюс общество знания плюс иностранный язык. Их тоже стандарт, в том числе в мой московский государственный юридический университет. Именно такой наборчик можно сдать и вполне себе поступить. Да и не только ко мне, а еще в кучу других вузов. История плюс математика. При этом мы говорим не про базу. База это, конечно, редкостная база. Но я лично сдавал профиль, вброшенок, и об этом я тоже поговорю чуть-чуть попозже. Вот история плюс математика это тоже такая комбинация, которая часто встречается. Но и еще на практике что-то из этого отваливается. Тоже такое бывает, когда люди начинают готовиться к двум предметам, а потом все-таки что-то от этого отпадает. Но об этом тоже поговорим. История плюс география. Это специфично. Вообще много моментов, связанных с географией, специфично. Об этом мы тоже поговорим. И о предубеждении о том, что география это суперлегко, издают только ленивцы, тоже об этом поговорим. Ну и история плюс литература это очень хорошее, недооцененное направление, которое существует. Почему? Тоже об этом поговорим чуть-чуть попозже. Начнем с базы. История плюс общество знания. Пока кратко перечислю, куда вы можете, например, поступить. Это не значит, что везде именно так. В каком-то вузе может быть чуть-чуть другой набор предметов. Может быть, что-то вы еще знаете. Но из основного, например, история, педагогическое образование, международные отношения, политология, зарубежное регионовидение, юриспруденция, философия, культурология, реклама и связи с общественностью, психология, религиовидение, то есть теология у нас в том числе, социология, конфликтология, гостиничное дело, туризм. То есть, видимо, кучу всего. В особенности здесь, на мой взгляд, а лично мой взгляд, тут можно со мной поспорить, можно сказать, что я не прав. Но очень часто встречается именно у нас юриспруденция. Хотя сейчас, будем честны, поправили у нас критерий для поступления, потому что раньше история общества русский язык это стандарт непоколемимый. Сейчас эта история может быть, может быть английский язык, общество 100%, а еще может быть информатика. Я вас убью, конечно, таким откровением. Но сам факт, если вы откроете Московский государственный юридический университет, Московский государственный университет, просто МГУ знаменитейший и другие юрфаки, вы видите, простое направление. Вы можете сдать русский, общественное, информатику и поступите. Потому что сейчас очень актуально это цифровое право, это право высоких технологий, IT-право как угодно это назови, но смысл останется прежним. Хотят из юристов сделать айтишников. Посмотрим, что из этого выйдет. Пока эксперимент, полет нормальный или ненормальный, мы узнаем попозже. Понятно, что есть классический стфак, но без этого вообще никуда. И все, что связано с другими гуманитарными вещами. В чем профит и вообще в чем смысл сдавать два этих предмета в совокупности? Потому что аргументы, которые вы знаете в истории, вы вполне себе можете перекладывать на общество знаний. Я так, в принципе, 80 плюс по общество знаний и получил, просто зная много аргументов об истории, а потом перекладывая все это. Кроме того, когда вы знаете общество знания, вам проще анализировать экономику, право и другие аспекты исторической науки. Потому что даже я пользуюсь на занятиях, я привожу пример какой-то реформы, и потом мы ее разбираем с точки зрения обществоведения. И тут, конечно, ученикам иногда бывает тяжело, но потом они говорят, вау, как хорошо это перекладывается. И если у вас прекрасно кладутся кирпичики, общество знаний и истории вместе, это невероятная картина. Невероятная. Потому что одно помогает другому. В особенности, если вы идете на Олимпиады. В особенности, если вы просто хотите знать лучше оба предмета. Потому что они дополняют друг друга, они не мешают друг другу. Хотя часто думают, что нужно сделать акцент либо на одном, либо на другом. Скажу так, я лично небольшой специалист с тем, чтобы эти два предмета балансировать между собой. Я очень субъективен, и я люблю историю. Больше, чем общество знания. Общество знания, на мой взгляд, нужно немножко переписать, переделать. Но сам факт. Предмет сильный, мощный, дающий базу. И вот до сих пор на четвертом курсе я пользуюсь знаниями, которые получил в школе. Понятное дело, что еще дополнительно что-то читал. Понятное дело, что у меня образование не просто так дано в этой жизни. Но очень много вещей базовых, которые вы узнаете еще в школе. Поэтому рекомендую на эти два предмета не забивать. Пытаться их сбалансировать. Возможно, делить дни. Возможно, смотреть, что лучше в этот месяц, что лучше в этот месяц. И не забивать на один из них. Потому что потом у вас всегда будет такое очень неприятное отношение к одному предмету. И очень приятное к другому. А еще неприятное покалывающее чувство в груди. Когда вы такие, ой, да я общество знания 90 плюс зарабатываю. А в истории больше 60 взять-то не могу. Или наоборот. Поэтому здесь нужно быть очень-очень аккуратными. Поэтому общество знания, вот такое вот резюме. Сдают очень многие. Самая популярная комбинация. Но при этом есть свои подводные камни. Как их сбалансировать. Как с ними выживать. Как они должны существовать вместе. Поэтому как возлюбить оба предмета, а не ненавидеть оба. Вот так вот. История иностранный язык. Я тоже сдавал иностранный язык. Он был у меня английский. Итого у меня 8-6 баллов по иностранному языку. Давайте я немножко сверю часы по истории 96. По иностранному языку 86. По общество знания 84. То, чтобы понимать, что я все-таки не просто так пришел. Сдавать или о чем-то рассуждать. История плюс общительный у нас иностранный язык. Тут, конечно, вроде как в школе особых плюсов вы не выведите. Вы подумаете, а зачем мне это вообще. Но чаще всего, когда будут встречаться какие-то тексты про историю в иностранном языке, все будет замечательно у вас. Замечательно. Я вот сейчас изучаю немецкий. Как еще один иностранный язык. И когда тексты попадаются про Шамбрунский замок, про Австрию, про Австро-Венгрию. Или про Германскую империю. Perfecto, Manifecto. Я все легко понимаю, даже не зная немецкий язык на великолепном уровне. Поэтому здесь отмечу следующее. В школе может казаться, что эти два предмета, ну, особо не взаимосвязаны. И да, действительно, на экзамене такая вот яркая связь между ними не нащупывается. Но при этом, на мой взгляд, история всегда помогает изучать иностранные языки. В особенности, если вы сделаете акцент на каких-то исторических моментах другого государства. Это всегда ваша поддержка и опора. Потому что вы можете читать что-то на иностранном языке, что-то историческое. Поэтому в будущем, в перспективе, это круто. Это действительно круто. Но в школе будет казаться, что нет. И при этом направление обучения следующее. Это история, международные отношения, зарубежное регионное ведение, перевод и переводоведение. Слушайте так, у меня много людей знакомых с международных отношений. И многие из них очень сильно довольны, потому что кругозор невероятный. Поэтому, на мой взгляд, сдавать эти предметы неплохо. Действительно неплохо. Но тут зависит от того, какой у вас уровень. Если вы к 10 классу подходите и иностранный язык у вас, ну, хромающий А2, я бы назвал его А1. То я бы на вашем месте в 10 классе начал передумывать резко. Потому что есть некоторые вещи неприятные из Б2 в экзамене. Хотя многие вещи очень простые. Поэтому, если вы уверенно владеете хотя бы на уровне Б1 языком, то тут вполне можно себя подтянуть. А если вы с самого детства занимаетесь английским, и не просто для того, чтобы какие-то контрольные в школе писать, то все будет замечательно. Классика. История общественного знания и иностранный язык. Сюда можно еще русский добавить как основной. Кстати говоря, о русском языке у меня 96 баллов, поэтому тоже русский что-то говорить-то могу. История общественного знания и иностранный язык. Это классическое такое трио. Трио из ларца, одинаковых с лица. Позовет вам поступать на государственное и муниципальное управление. Не везде, кстати. Кстати, не везде. Но все равно. Педагогическое образование. Реклама и связи с общественностью. Лингвистика. Гостиничное дело. И юриспруденция. Как всегда, здесь юриспруденция стоит особняком. Я вам хочу сказать так. Я человек, который первоначально вообще не понимал, что он хочет в этой жизни, в 11 классе. Я думал об эстфаке. Потом меня папа в какой-то степени убедил в том, что нужно идти на юрфак. Папа, если ты не смотришь этим видео, а я знаю, что ты часто смотришь мой канал, то большой тебе привет и люблю тебя очень сильно. Очень-очень сильно. Так вот, юриспруденция. Я, честно говоря, не думал ни с 5 класса, ни с 6 класса, ни с 8 класса, что я буду юристом. Вообще не думал об этом. Есть у меня знакомые, которые с детства я за юриспруденцию всех порву. У меня это неправда. Я так не жил, но все равно сдавал кучу предметов. И по итогу скажу следующее, что юриспруденция это хорошая гавань, где можно получить очень хорошее всеобъемлющее образование. Но, но, но. Всегда понимайте, что если вы хотите достичь какого-то условного величия юриспруденции, то, во-первых, основный язык у вас будет не один, а два, скорее всего. Потому что какой-то язык вам еще придется изучить, чтобы стать вообще топом. Либо же, либо же, вам придется очень сильно полюбить юриспруденцию. Это я вам как мысль добавлю. А такое сочетание, ну что здесь сказать? Здесь самое главное не забить на иностранный язык. Вот, наверное, из тех вещей, которые хочется сказать. Если вы забьете на иностранный язык, будет чахарда. Совершенно. Потому что я человек, который постоянно им занимался, но при этом подзабивал. Я не писал эссе, ну, наверное, до периода мая. То есть у меня экзамен был-то май-июнь, а начал я их писать в мае. Может быть. А может даже и позже, уже не помню, честно говоря. То есть это совсем поздний период, совсем чуть-чуть осталось. И вот здесь главное в этой жизни найти место, где вы будете заниматься иностранным языком. Потому что вы все равно будете спорить, кто на первом месте история или общество знания, иностранный будет как будто приседать. Так часто происходит. Здесь аккуратно. В иностранном языке много клишешек. Поэтому да, действительно, можно чуть-чуть подзабить. Но если вы на регулярной основе не тренируете свой иностранный язык чтением, разговорами и так далее, у вас будет полнейшая труда. Потому что я, скажу так, я английским на регулярной основе долго уже не занимаюсь. Я просто читаю очень большое количество материала. Это мне позволяет, так иначе, сохранять свой уровень. Но, но, как только я перестану это делать, все, навык пропадет. Поэтому здесь с иностранным языком очень аккуратно. Он коварен. Он коварен, но он может пропасть у вас. И вы будете говорить только Hello and that's all. История плюс математика. Ух, 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 ух. Здесь что может быть? Среди гиреспруденция. В некоторых аспектах может быть, потому что я вам скажу страшную тайну, гиреспруденции, в особенности, когда вы идете на судебного эксперта, может быть высшемат. То есть, высшая математика, она может всплыть, поэтому имейте это в виду. Но, опять же, это скорее редкость, чем правила. Экономика управления персоналом. Тоже очень такая классическая штука. Я даже сказал, база. И вообще, экономика очень интересна. И, наверное, самое интересное, это когда садится юрист-экономист и начинает рассуждать о том, что вообще в этой жизни происходит. Но, кроме того, здесь бизнес-информатика, государственное и муниципальное управление тоже не везде. Посмотрите, где что требуют. Менеджмент, социальная работа, торговое дело, товароведение. Ух, здесь есть специфические вещи. Например, товароведение очень специфическое. В том числе, товароведческая экспертиза. Это отдельный мир и отдельная, на самом деле, реальность. Чуть с ней сталкивался не сильно. Поэтому подумайте, насколько это вам интересно. Сложная вещь, на самом деле. Экономика, скорее, база наравне с юриспруденцией. Социальная работа тут у кого как душа лежит. Менеджмент, я скажу очень неприятный тезис. Наверное, наверное, на меня могут обидеться. Но я считаю, что менеджмент это не базовое бакалаврское образование нынешней Российской Федерации. То есть, это у нас, ну, пока еще бакалаврское, потому что потом может поменяться название. Поэтому так и говорю. Номент 2024 года. Это, скорее, настройщика, которую вы получаете на практике, которую вы можете изучить уже после получения основного образования. Почему я так говорю? У меня есть некоторые друзья из финансовой академии, финансового университета. И мы с ними рассуждаем о том, что они сами не очень довольны тем, что они выбрали менеджмент как первое образование. Потом, да, без проблем, это очень важный навык. Как менеджерить ресурсы, особенно если вы руководитель. Но как база, спорно. На мой взгляд, экономика, юриспруденция и стфакт тот же самый. Это более всеобъемлющие вещи, на которые можно что-то наворачивать потом. Менеджмент это то, что приходит с опытом и приходит попозже, а явно не в 18 лет. Но, опять же, это только мое сугубо личное мнение. Это не значит, что если Никита сказал, отказывайтесь от менеджмента. Нет, это только мнение. Ну и все остальное, действительно, это тоже интересные вещи, которые стоит учитывать. Если я скажу так, мой опыт с профильной математикой состоял в следующем. Это подготовка на протяжении года, может быть, года и двух месяцев. Ну что-то в этом духе. Почему я вообще собирался это сдавать? Ну, как я сказал, я душа метущаяся абсолютно. То есть я метался туда-сюда и не понимал, чего я хочу. Поэтому в моей душе оттеплилась экономика. Возможно, на какой-то степени в сторону логистики. Мне было непонятно, нужна ли будет мне профильная математика. Поэтому я ее решал, 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 решал. Вплоть где-то до января, февраля года, когда мне нужно было сдавать ЕГЭ. Потому что потом я посидел, подумал. В том числе начался карантин. Я сидел дома на дистанте. Подумал, а все, пойду на юриспруденцию. Папа меня убил. Действительно, может быть, стоит уже отказаться от профильной математики. Я отказался. Я отказался на самом деле. Хотя мне безумно нравится преподаватель. Я его обожаю всей своей душой. И я считаю, что это было не зря. Профильная математика мне дала очень хорошие аналитические навыки. И очень многие вещи я начал понимать в математике, а не просто существовать с ней. И какой-то даже кайф получал. По итогу, я сдал на 74. Насколько это хороший результат, учитывая, что я не готовился пару месяцев до ЕГЭ вообще, и на самом деле не открывал задачи совершенно, я, может быть, открыл за день до что-то подрешать. Пришел, увидел 74. Я считаю, что достойно вполне себе. Но можно было лучше. И профильная математика, хотя может показаться, что это полный кошмар, все равно их очень много сдают, профильную математику. В разы больше, чем историю. Предмет очень интересный, очень комплексный, и развивает вашу голову невероятно, на мой личный взгляд. Но это вот такое вот мое мнение гуманитария, который все-таки сдавал профиль. История плюс география. Вот то, что я в своей жизни видел редко, и как мы видим, количество направлений оно меньше, это туризм, зарубежное регионоведение, регионоведение России, людные отношения, политология. Я бы сказал так, насколько необходимо сдавать два предмета вместе, вопрос спорный. Я таких людей видел мало, даже не видел. Вот именно вживую, только в статистике. Насколько необходимо, тоже очень спорно. Но, как знания географии помогают в истории, это вам любой человек скажет, который какой-то раз открывал карты и пытался разобраться в том, что там вообще изображено. Потому что есть несколько уровней понимания карт, на мой взгляд. Есть, когда ты просто заучил карты, и как, знаете, билеты на экзамен, ты их заучил наизусть, пошел, увидел и попал в карту. А есть те, которые действительно понимают настолько карты, что они помнят, везде где реки, какой ландшафт, как можно было двигаться, как не двигаться, где ресурсы. Это абсолютно другое понимание карты. Абсолютно другое. Оно иногда излишне, слишком излишне, но при этом очень полезно. Поэтому, насколько нужно сдавать, повторюсь, это спорно. На мой взгляд, скорее можно обойтись чем-то другим. Но при этом знания географии, насколько они крутые и недооцененные в нашем мире, это, не сказать, не первом описание. Это сколько я разговариваю с людьми на юрфаке, сколько я с людьми разговариваю в других университетах, иногда впечатления и какие-то моменты о географии у них просто вылетают. Даже самые стандартные. Поэтому географию учите. Хоть в школе, понимаю, что географические многим не нравятся, многие их осуждают, но все равно учите. Это очень важная вещь, вам поможет действительно я вам скажу, в особенности в политических разборках. Потому что политическая география и политическая география в целом, она очень интересна и многогранна. Мое личное мнение. Вот теперь то, что недооценено. Знаете, те, кто считают, что это вообще не должно существовать, это неправда абсолютно. Это то, что я считаю недооцененным совершенно. Литература это огромный пласт культуры. История строится у нас в том числе на понимании культуры. Литература дает такое преимущество в изучении истории, что мама даже не сможет вам правильно описать. Мамма миа! Вполне себе. И те люди, которые понимают литературное произведение, они понимают весь культурный прогресс в принципе. И уже гораздо проще решать все культуровические, околокультуровические задания в истории. Да, там нужно подтянуть архитектуру, но чаще всего если вы понимаете общие тенденции развития культуры, а литература это позволяет делать, то вполне себе вы это можете сделать. В направлении обучения. Тут журналистика, изящное искусство, медиакоммуникации, дизайн, филология. То есть, многие вещи творческие, сугубо творческие, но как же это интересно. Особенно если литературовед шарит за историю, ой-ой-ой, ой-ой-ой, это очень интересно, это очень интересно, и это недооцелено на мой личный взгляд. Это два предмета, которых действительно нужно много читать. Это и плюс, и минус. С одной стороны, у вас очень большой кругозор развивается, а с другой точки зрения у вас появляется ну какой-то боязнь вообще это все читать. Хотя мы больше говорим конечно о ЕГЭ, и здесь на практике, ну если вы собираетесь в творчество, это идеально. Это действительно идеально та комбинация, которая вам нужна. Ну а теперь перейдем к некоторым моментам. На мой взгляд, чтобы выбрать направление, нужно понимать несколько вещей. С одной стороны, понимать свои собственные интересы, то есть что вам нравится. Чаще всего у многих, ну пока у меня так было, я себя пообщаю с многими, поэтому буду немножко субъективен, то что многие не понимают, чего они хотят. И скорее всего в одиннадцатом классе не поймут. Они поймут только какие-то общие направления, вот за мне вот это, а там посмотрю, как жизнь ляжет, как карта ляжет. Но по факту, все равно у вас есть какие-то интересы, у вас есть больше предпочтений. Например, я безумно любил играть, например, в стратегические игры, в особенности исторической направленности. Поэтому у меня мои интересы, они так иначе отвечали экзаменам. Мне было проще с этим сжиться и проще это все понять. Плюс я в свое время много книжек читал, посвященных истории, почему как бы и нет. При этом у нас сейчас действительно идет тенденция на то, чтобы улучшать навыки профориентации, вообще улучшать этот подход профориентации школьников. Поэтому не нужно этого бояться, гнушаться и так далее. Да, большинство тестов, которые вам приносят, это полная херунда. Люблю ли я работать руками и так далее. Но есть такие профориентационные тесты, которые делают. Ты откроешь и подумаешь, и задумаешься о каких-то новых вещах совершенно. И сейчас это актуально, сейчас появляется профессионал, действительно, который правильно составляет все эти профориентационные тесты. Поэтому я вам рекомендую, если вдруг, вот, например, например, вы хотите на Ирфак, можете написать мне. Я вам напишу, кого посмотреть, кого послушать. Из направлений, гражданского права, уголовного права. Послушайте, поймите, нужно ли вам это вообще. Послушайте выпускников, меня послушайте, потому что я выпускник, тоже скоро буду им. Магистатуру вам покажу и так далее. Вы поймете, нужно ли вам это вообще. Вот эти очень интересные методы, которые недооценивают все и боятся, что им никто не ответит. Это пообщаться с профессионалами. Потому что их можно достать на мероприятиях, университетах, а они происходят, и школьников их пускают активно. Это не только дни открытых дверей, это и модели различных международных организаций. Там есть организаторы, с которыми можно поболтать. Это и модели разных процессов, уголовных, гражданских и так далее. Тоже туда можно попасть вполне себе школьникам, очень многие площадки для вас открыты. Не стесняйтесь этого, это отлично, это прекрасно, а на самом деле очень любят взрослые, развитые юристы сесть и поотвечать на такие вопросы. Поэтому не стесняйтесь, вообще отличная вещь. И, конечно же, мастер-классы это тоже то, что можно найти. И на самом деле сейчас такого много. Много лекций публичных, тоже мне это, не сказать, что сильно помогло, но я потом определился со своими академическими интересами уже в рамках университета благодаря общению со многими профессионалами. В школе, может быть, вы не найдете, но потом обязательно поможет. Курсы от вузов здесь 50 на 50. Есть хорошие курсы от вузов, есть такие себе. На мой взгляд, неплохие у СПБГУ. Посмотрите, кстати, очень такая интересная вещь для изучения. Некоторые курсы закрытые, вы их так просто не достанете. А вот СПБГУ, если память не изменяет, если они все не убрали, у них пока еще есть открытые курсы. Посмотрите, там интересно вполне себе. Дальше. Как приходил... Давайте даже вот не будем, просто как я приходил, я постую цепочку. Вот как раз-таки на примере себя. Свои интересы. Условно-исторические игры стратегические. Бац, уже определяет, что я хочу сдавать. Потом я пообщался с историками, потому что у меня был не просто репетитор, какой-то человек, который сдал хорошо ЕГЭ, у меня был преподатель со стажем, с историческим образованием, прекрасно, который все понимал. И вот он, точнее она, будет правильнее выразиться, она, она на самом деле мне помогла очень сильно с тем, чтобы провести профориентацию. В том числе здесь мне помогали люди, которые работали на направлении математики в МГУ, но, как вы видите, это не так сработало, но все равно. Обучение и опыт. Я здесь не лучший компаньон, но все равно это помогает 100%. Дальше. Анализ рынка труда. О, как мне это помогло. Я очень долго хотел пойти на ИСТФАК. Но потом, что это я подумал, что все время я не хочу быть именно научным деятелем. Я хочу практикой заниматься, какие-то генетные вещи решать, действительно людям помогать. А то, что в ИСТФАКе происходит действительно многие моменты упираются только в научную деятельность. Я не склонен чисто к научной деятельности, поэтому здесь все-таки, все-таки у меня стал вопрос ребром, а нужно ли оно мне. Поэтому я здесь и начал переворачивать свою подготовку именно в рамке юриспруденции. А потом, анализ учебного плана. Здесь я не сказал бы, что сам сильно этим пользовался, но при этом это действительно работает. Я знаю людей, которые этим пользовались. Они просили старшекурсников скинуть им планы, программы университетов и посмотреть, какие предметы проходятся и когда, и в каком количестве. Это, кстати, важный момент. Это, кстати, в том числе о моем вузе. Я не знаю, кто-нибудь смотрит из моего вуза это все. Ну, пожалуйста, пожалуйста, я вас прошу. Международный правок в институте на направлении юриспруденции сделайте международное право не полгода, а год. Это действительно нужно. То есть, здесь есть свои подводные камни, которые действительно нужно выспрашивать. Если бы я знал, что у меня было бы так мало международного права, я бы, наверное, не пошел на юриспруденцию в международный правовой институт в рамках МГУ. Ну, это вот мое личное мнение. Я бы, наверное, переметнулся. Поэтому этим можно пользоваться и действительно можно понять, а что вам вообще нужно. Поэтому резюмируем. То есть, мы смотрим кучу комбинаций действительно полезных, действительно успешных, которые вам могут помочь. Здесь можно мой опыт послушать, можно кого-то еще послушать. Потом начинаем определить свое направление. Как видите, я прошел полностью через стадию принятия истфака и ухода от истфака благодаря последним двум пунктам. Поэтому не нужно считать, что какой-то пункт бесполезный. какой-то пункт из тех, которые я озвучил, вполне себе может переметнуть и перевернуть ваше понимание. Ну, а теперь самый страшный вопрос, который я уже поднимал в рамках этого прекрасного ролика, это как вообще выживать. В основном, если вы знаете историю и общество знаний. Нужно выбирать все-таки приоритеты. Выбирать. Один-два предмета это приоритет. Вот один-два. Чаще всего два. У них чистые, потому что далеко не все сдают три. Многие сдают четыре. Тут половину хотя бы нужно покрывать. И все штука. Вам нужно выбрать эти предметы. Например, если у вас история общества знаний русский, английский, то выбирайте, например, например, это историю и общество знания. Два таких самовъемных предмета, с которыми действительно нужно заниматься. А русские иностранные это немножко на задний план. Я не говорю, что это не важно, но действительно на них будет меньше упора и меньше возможностей этим заниматься. При этом не делайте никогда так, как делал я. Когда я шесть дней подряд мог заниматься историей и ноль общества знаний. Это ерунда. Еще раз повторю, ерунда. Это так не работает. Да, может быть, у вас будет отсутствовать настроение заниматься вообще историей или общества знаний или английским или русским и чем угодно еще. Вам нужно себя пересиливать, потому что иначе вы этот комплекс по отношению к предмету не претереть никогда. При этом интересный совет на самом деле уделять больше внимания тем предметам, которые даются вам сложнее. Я так делал на примере английского, потому что я английским занимался всю жизнь, в принципе, у меня мама, лингвист-филолог по образованию, которая английским мне вдалбливала в прямом смысле этого слова всю жизнь. Поэтому я от него приоритет убрал. Русский язык, я от него убрал приоритет, потому что я вроде бы что-то понимал и позанимался летом после десятого класса и вроде как все окей было. Поэтому поменьше занятий русского языка, все остальное, побольше, чтобы было время как развиваться. И, конечно, гармоничное расписание. Не нужно делать так, чтобы у вас школа закончилась в три, в пять у вас история, в семь у вас общество знания, пришли домой вы в девять, в десять, умираете совершенно, завтра в школу, а домашка не сделана. Так делать не надо. Лучше один день выделяйте. То есть, например, в понедельник у вас история, в понедельник у вас общество знания. Предположим, в среду, у вас русский, потом снова история общества знания. Потом в конце недели вы занимаетесь английским, а может не занимаетесь. То есть, смотрите всегда так, чтобы было адекватно. Потому что, если вы будете в один день пихать все, а я так делаю в своей жизни, я обычно прихожу домой, падаю на диван тюленчиком, начинаю умирать. Вот как-то так. Поэтому, будьте всегда аккуратны совершенно с этим. Давайте закончим видео хорошей идеей. Профессию всегда можно поменять. Я лично знаю знакомую, знаю прекрасную девушку, которая со мной участвует в конкурсах международных. и ей недавно узнал 26 лет. Мне на секундочку 21. То есть, я младше нее на 5 лет. А она на третьем курсе, а я на четвертом. Сначала не складывалось, как так вышло. Но я узнал, что она оказывается закончила уже бакалавриат по международным отношениям и пошла на второе высшее образование юриспруденца. Потому что ей не интересно полноценное международное отношение, ей интересно именно международное право и аспекты связаны именно с правоведением. Вот она так сделала. И то, как она сейчас пишет документы на чистом английском языке, это космос. Я иногда практикующих юристов таких мощных не вижу. А она это делает. Поэтому всегда понимайте, что профессию можно поменять. И не нужно думать, что если мы получили вот диплом по филологии, юриспруденции, экономике, это означает точку для вас. Абсолютно нет. Я тоже в своей жизни думаю, что я не только на одной юриспруденции остановлюсь. А может быть и на юриспруденции, но у меня будет и бакалавриат, и магистатура, и эсперантура. Тут разные пути могут быть на самом деле. И вуз это не конечная точка обучения. Я вам даже больше скажу. Вот сейчас у меня последний семестр, и в принципе, в принципе, я гораздо больше внимания уделяю каким-то дополнительным занятиям, чем, к примеру, основного своего профильного образования. Я больше изучаю на странный язык. Я больше хожу куда-то, где я могу свои практические навыки развивать, чем то, что просто сидит на лекциях и на семинарах. Поэтому помните, что вуз не конечная точка вашего обучения, и понимайте, что всегда можно пойти куда-то в другое направление, если вам не нравится. Ну, как-то я так вот резюмирую свое видео вот того, что вообще сдавать, как вообще сдавать, какие от этого выгоды, какие от этого минусы. Потому что много подводных камней, и с них всегда нужно учитывать. Если вдруг потребуется от меня какая-либо поддержка, пишите, пожалуйста, в Телеграм, и люди знают, что я могу не почитать с первого раза. Могу, искренне могу не увидеть, могу замотаться. Я отвечаю. Я людей не игнорирую обычно, тем помогаю. Чем могу, и сколько у меня времени. Если я понимаю, что я могу написать, я записываю голосовой. И я считаю, что это та миссия, которая есть у каждого преподавателя помогать, в том числе с проб-ориентацией, а не просто закидывать какую-то информацию для ЕГЭ. Поэтому говорю вам огромное спасибо, в том числе в нашем телевизорном канале много полезных файликов, полезных видео. И поэтому увидимся еще много-много-много раз на просторах онлайн-школы Умского. Чао, какао всем. И хорошей сдачи ЕГЭ и выбора предметов. Субтитры создавал DimaTorzok